Действительно, о Крыме будем сегодня много говорить. Генерал Буданов дал интервью, достаточно большое, и оттуда несколько тезисов хотел бы с вами, Николай Григорьевич, обсудить. Но для начала просто о самой личности. Буданов в интервью рассказал, как вплавь в 2016 году преодолел 8 километров во время спецоперации в оккупированном Крыму. Мы все знаем, что Буданов не паркетный генерал, однако на Медне в Главном управлении разведки даже рассказали, что он лично до сих пор принимает участие в некоторых спецоперациях. Процитирую представителя Гуру Юсова. Несмотря на тяжелые ранения, он понимает, что иногда для того, чтобы понять настоящую ситуацию на поле боя, нужно быть на месте, а не читать сыводки. Конец цитаты. В целом, когда глава разведки принимает самоучастие в спецоперациях, насколько это типично для нынешнего времени, если сравнивать, например, с другими странами соцлагеря или, не знаю, с западными? Вот хотелось бы вашу оценку услышать. Я считаю, что руководитель разведки должен находиться на уровне руководителя разведки и координировать, и выполнять и спецоперации, и стратегические операции не лично, а через очень мощных профессионалов высокого класса, которые должен подобрать. Это заместители, это начальники департамента управления, боевых подразделений, соответственно, спецподразделений, которые имеются в ГУРе и в других силовых структурах. Самому ходить на поле боя – это деструктивно. Это подбираться опасностям, не просто, так сказать, убитым, но в любой момент, в любые, так сказать, случайности. Выезжают на поле боя, стреляют в грады, ураганы, смерчи, сметают все. Или это будет руководитель разведки, или простой боец на поле боя. Поэтому проводить такие операции, я считаю, что это только в исключительных случаях, когда это требует именно ситуации страдейского уровня. Поэтому я не оправдываю такие действия, которые должны быть. И тем более 8 километров по Крыму, мы ходили 120 километров по Крыму в разных ситуациях, в разные периоды. В 1994 году, соответственно, в 1996 году, когда планировались разные операции и агрессии глобально, форматы захвата Крым, уже проводились референдумы, готовились. В 2008 году, когда планировались операции, 50-60 километров в боевом формате полностью. Поэтому ничего нового нет. Это правила работы спецподразделений и агентурных, и боевых, и технических. Поэтому это работа, а тем более период войны. Тяжелая, сложная. Но я считаю, что все-таки должны работать именно те командиры, которые отвечают за каждое направление. В разведке самое главное и важное – это получать информацию высшего политического звена. Это не Крыму, это, например, соокружение Путина, соокружение ФСБ, руководство, Минобороны, спецподразделений. Это важнейшая составляющая разведка электричества и существует в мире. Добывать глубинную разведу информацию для, соответственно, принятия политических решений под руководством страны, вооруженными силами Украины, проведения спецопераций против его действия, но, в первую очередь, оперативной, не там, на поле боя, а, соответственно, на высших политических руках, как нести противоречия между Путиным и ее окружением, между военными, между теми же Бахтеровцами, например, там, и Шойгу Герасимовым. Так же само формулировать позицию поддержки Украины в их же рядах и проведение спецопераций на эту поддержку в разных форматах. Не только прилет вертолет, это хорошая операция, но это и очень мощное выступление в окружении Путина, попытки ее устранения, вот, отказ от военных операций, гемарши, генералу, вот, и дальше сотни-сотни таких вариантов, они более эффективны, потому что создают мощь от дезорганизации и в окружении Путина, создают ему реальную угрозу, подрывают им боевую составляющую, реальную, не только дух, а реально на фронте. А вот спецоперации, пускай выполнят спецназы, которые имеются в голове управления разведки, это только одно из десятков направлений работы. Поэтому говорить о том, что лично, или там очень замахи, то для того мы и работаем, и воюем, чтобы были и какие-то замахи, но их нужно выяснять и предупреждать, ну, этим кичиться не надо. Это все должно быть скрыто, потому что это тайны разведки. Вот, кстати, вы сказали о покушениях. Буданов в этом интервью рассказал о том, как он встречался с киллером, которого заказывали, которого, значит, подкупали для того, чтобы он убил главу украинской разведки. Тогда должны были подорвать автомобиль Буданова, и вот спрашивает журналистка у генерала, мол, а вы какие чувства там испытываете к этому человеку, который хотел вас убить? Он говорит, да у всех своя, мол, работа, ненависти не испытываю, просто пообщался с ним, узнал, как они проводили, значит, оперативные действия. В целом около 10 покушений на Буданова было совершено, об этом заявляли в главном управлении разведки. На Зеленского сравнительно недавно тоже якобы СБУ предотвратило покушение в Николаевской области, там, значит, должны были обстрелять место, куда приезжал президент. В целом Николай Григорьевич не оставил намерений противник убить наших военно-политическое руководство, потому что вот в России, например, некоторые, скажем так, турбопатриоты, они жалуются, мол, если вы действительно пытаетесь, значит, каким-то образом победить в этой войне, там, значит, уничтожить, как они говорят, нацистский там какой-то режим, то почему, значит, города, в которые, например, приезжает Зеленский, они в этот день, в момент, когда он там находится, не попадают под обстрелы, то есть, а вот только президент уезжает, значит, туда прилетает ракета. Вот, как вы считаете, не оставил ли враг намерений? И если не оставил, то что можно сказать тогда на вот эти вот обвинения турбопатриота в сторону своей власти? Ну, в первую очередь, Российская Федерация, она всегда имеет планы устранить руководство Украины, включая президента, военно-политическое руководство и руководителя конкретных сил и структур и отдельных политиков. Поэтому планы у них есть, они готовят специальные операции, но если я говорю так, прямо сказать, если они задействуют все резервы, силы, средства для того, чтобы конкретно устранить того или иного человека, они и устранят, к сожалению. Потому что полностью создать условия для защиты очень тяжело. Далее, при поездке на фронт, при проведении каких-то операций открытого типа, например, в различных регионах страны или даже в Киеве. Поэтому система безопасности и очень мощное противодействие должна очень сильно работать и не создавать предпосылок к тому, чтобы именно полегчить возможности таких операций врагу. Вот, поэтому в данной ситуации я считаю, что да, поездки должны быть, но они должны быть скрыты. Они должны быть гарантированы в плане безопасности президента, потому что только поехать – это один формат поддержать наших. Но именно если удастся совершить им теракт, это устранение конкретных руководителей и конкретных профессионалов, если мы говорим, у других генералов. Поэтому тут не нужно так рисковать и бравировать. Вот я помню разные периоды, и в нас, и тем более в истории войны, там, где именно генералы хотели себе показать очень сильно, что они близки к бойцам, вот, и демонстрируют, что они были, конечно, убиты противником. Поэтому тут нужно выбирать очень внимательную ситуацию, не декларировать свои проезды, а часто я вижу, что оно проходит прямо по СМИ, или, в крайнем случае, мной известно об этом, даже на месте. Это, я считаю, с позиции безопасности неправильная позиция. Именно тут нужно именно более эффективно создавать условия поддержки военных. То, что ребята и говорят на фронте, давайте нам новейшее вооружение, масса боеприпасов, новые, но эффективные подразделения, которые готовы и спецназы, и, соответственно, поддержка в формате именно проведения уже больших специальных операций, которые давно ждут. Да, нам тяжело сегодня, да, большие жертвы, противник учится, он имеет и резервы, но уже мы и хотим, чтобы где-то, имея большие перевесы на определенных участках, получил именно очень мощный развед данные о слабых местах, и где он мог проводить операции, используя новейшие техники, особенно дальнебойных ракет, системных ракет среднего радиуса действий, что будут сжать всю военную составляющую, и действия специальных операций в тылах и с флангов, которые вместе с штурмовой бригадой могут провести такие действия, что приведут к окружению врага, например, на юге, на направлении Торнкмак, Бердянск, Мелитополь, из Херсона, это окружение громадного группирования, движение Крым обеспечивает, на восточных направлениях, не только Бахмут, а мод, контр-дар и других секторах, и, конечно, действия не только с позиции минных полей, из-за град сооружений и тому подобное. Это недалекий формат, это тяжелый, жертвенный, это называется, чтобы выходить на такие успешные операции, это должно быть большое искусство, а это удовольствие делать генштабам и наших силовых структур, которые должны отрвозься вместе и их провести наконец-то, как многие говорили, вот мы еще через месяц, мы еще не начинали, у нас еще есть резервы, давайте подготовим мощно и проведем все операции, о которых говорили и Залужный, и Резников, и сам Зеленский. Вот большие планы имеются на сентябрь. Будем надеяться, что они будут очень эффективны. Вот сейчас как раз к Крыму перейдем, единственное, только вы сказали, что противник не оставляет желание убить военно-политическое руководство наше, но тогда сразу возникает вопрос, а есть ли, скажем так, план какой-нибудь разработанный, или альтернативные какие-то планы, например, у украинской разведки по вероятному, например, уничтожению Путина? Мы понимаем, что возможно, что и наши партнеры этого там не одобрят, и наверняка просчитываются все шаги для того, чтобы понять, каким это процессом приведет в середине России, но в целом какая-то образная папка где-то у кого-то в столе может лежать, как считаете? Я прямо скажу так, без расшифровки, что есть различные варианты устранения различных руководителей России, какие-то критические ситуации самого Путина, но на современном периоде, насколько я ориентируюсь, вот буквально эти дни или недели, так вопрос не стоит. Но когда именно будут реальные угрозы, уже не только Украине, например, применение ядерного оружия, это могут быть не только контрдействия, контрудары по России или отдельно, так сказать, секторам, по Черновскому флоту, например, или по определенным регионам, или пунктам дислокации этих ядерных средств тактического уровня пресса не будут готовить, но и конкретно устранение самого главного исполнителя, организатора-исполнителя, это Путин. Поэтому на крайний случай и наша разведка, и иностранная разведка это готов. А почему на крайний, Николай Григорьевич? А сейчас вот этого террора в сторону мирных украинцев мало, как бы считается еще? Понимаете, тут и наши коллеги все, даже на высшем политическом уровне, например, Байден, или Сонак, или Макрон, или Шольц, если мы говорим, в таких больших странах, они это не поддерживают и четко нам говорят. Поэтому мы не идем на такие мероприятия. И второй момент, это пока сложно исполнить, я еще подчеркиваю. Путин имеет 4 мощных спецслужбы, 7 линий защиты, очень мощно, надо сказать, они отрабатывают модель его отраски прикрытия, на противовес нашим, потому что наши ребята рискуют, как мы говорим, и руководство тем более. А вот это все перестраховывается. Поэтому я знаю, московскую систему, конечно, они будут сто крат перестраховываться, чтобы теракт не совершился. Поэтому действия по ее подготовке должны быть очень глубоко продуманные, долгоиграющие и, соответственно, гарантированные. Я так понимаю, что в данный момент таких и заданий прямых не стоит уже непосредственно в ближайшее время. Ну и тем более, с ее средств для этого пока недостаточно. Друзья, как вы считаете, что может стать той самой, скажем так, красной линией, после которой может быть принято решение о ликвидации Путина силами спецслужб разных стран? Напишите в комментариях. Давайте перейдем еще к Крыму. Опять-таки, возвращаясь к интервью Буданова, он заявил, что, во-первых, значит, украинская разведка получает информацию о том, что происходит в Крыму через спутник. Правда, с задержкой в один час. Цитата. Да, хотелось бы, как в фильмах, чтобы там посмотрел налево, направо, но так может позволить себе только несколько стран. Пока что мы так не можем. По состоянию на сейчас, а это для нас проблема, получаем информацию с задержкой в 60 минут. Также Буданов заявил, что нынче силы обороны могут уже поразить любую точку в Крыму, но пока что говорить об огневом контроле рано. Вот сразу тоже два вопроса. Для начала, для того, чтобы наши зрители поняли, что имеется в виду. То есть, да, мы можем по любой точке ударить, у нас есть для этого мощность, но мы не можем пока взять под огневой контроль. Вот что это такое, это первый вопрос. И второй, действительно ли известно, вот нам, скажем так, вот есть карта, на которой написаны все объекты в Крыму, по которым необходимо нанести удар для того, чтобы оккупанты там лишились без оружия, без топлива и так далее. То есть, действительно ли нам известно все, где вот хранится для того, чтобы нанести туда точечные удары по военным объектам? Ну, потенциально мы можем сейчас уже нанести удары по любому объекту на территории Крыма. Тут никакого секрета нет, и Буданов ничего не раскрыл, потому что в данной ситуации, имея Stromshadow, Скальпы, я думаю, в перспективе Тауэрса и Атакамса, но сейчас даже эти две системы, они бьют и по Черноморскому флоту, Севастополю, Южного берега Крыма, по Керченскому мосту и по любой точке Крыма. Поэтому тут нового ничего нет. Точно так же, если мы говорим более ближние цели, это, конечно, удары беспилотниками практически по всему Крыму, это водные дроны, которые бьют на 800 километров, это тоже все у сбережья Крыма. Поэтому тут уже говорить о том, что только разведка или какая-то сектор имеет возможность накрывать, ну, это мало сказано. Имеем возможность сейчас системно это все проводить. Но самое главное, в эффективности и количестве, вот достаточное количество тех же дальнобойных ракет, которые могут обойти полностью СМППО или хотя бы большую часть, это действительно проблема. У нас их единицы. И еще есть средства ВПК, которые выпускают те же ракеты, те же дроны, которые также в недостаточном количестве. Для того, чтобы именно взять под полный контроль Крым, их нужно не десятки, если в совокупности берем, а сотни-сотни, а я больше говорю тысячи, вот и беспилотников, и воздушных, и надводных, и ракетных систем, сотни, которые накрывали бы сразу, дальнобойные артиллерии, которые будут наносить удары по ближнему Крыму, это 60 километров, то есть все с полуостров. И, конечно, комплексные удары по Черноморскому флоту, это и дальнобойные ракеты, и воздушные дроны, надводные дроны, диверсионные операции по флоту сразу одномоментно, не как-то там секторально один там кровет мы или что-то подавили, и все, это должно быть тотально. Тот момент, когда это действительно не ожидают. И точно так же по Керченскому мосту. Обрезать все. И силы стратегического уровня, флот, и средства по заставке, Керченскому мост. Даже если он не разрушен, будет полностью, не упадет, но будет разрушена вся инфраструктура, железнодорога, автомобильная, все. Это перекрыто на месяцы. И, конечно, это удары по конкретным объектам. Это огневые точки, пусковые остановки, аэродромы, большие склады, как вот в Северном Крыму, мы говорим, армейские. Но нам известно, где все это находится, Николай Григорьевич? Так я об этом дальше продолжаю. Это, конечно, мы нарабатываем мощную карту, схему, которая именно показывает дислокацию. Возможные ротационные моменты, потому что, кажется, действуют моменты прикрытия, дезоргитации, возможно, маневра, перемещение этих сливых средств. Например, декларируют. Аэродром один, а где-то недалеко, находится совсем другая взлетная полоса. Где-то ангары одни стоят, как будто самолет, они находятся в третьем месте. То есть это все постоянная работа разведки, нашей агентуры, партизан, технической разведки. А теперь в отношении вот этой схемы, которой мы опаздываем. Вот как раз опаздывать и не надо. Вот тут как раз схема, мы заключали соглашение и с американской разведкой, британской, которая контролирует все ресурсы на земле. Вот тут уже по этому соглашению нужно достигнуть всех элементов сотрудничества в режиме онлайн. Вот многие мы проводили операции по террористам, да и своими средствами контролируем в режиме онлайн тут же. Даже американцы давали доказательства, что они не могли провести такие операции. У них более мощная система, война идет реальная. Тут уже не какая-то тема поставки, например, F-16, что долго тянется. Тут очень просто. Заключили соглашение, они ввели регламенты, что они расшифровывают, передают эти секретные материалы Украине, и мы получаем ежедневно, ежесекундно. Вот тогда любые перемещения мы знаем. Но, что мы также не очень много надеялись только на иностранных наших партнеров, мы точно также должны иметь разведную информацию за счет наших радиационных систем, компьютерной разведки, шифровальной разведки. Это мощнейшая разведка, которая расшифровывает любые средства от президентских форматов Путина заканчивая конкретные шифровальные радиотехнические средства на месте. В Крыму, не в Крыму, на поле боя, в штабах и тому подобное. Конечно, дронная разведка, агентурная разведка, военные, войские военные, но типа не те, которые там проживают, а которые проводят эту разведку, военные непосредственно. Радиационная разведка, которая выявляет конкретные силы и средства в конкретных местах и конкретные координаты. То есть, средства, то, что Будан сказал только вот это, это очень мало. Это системная глубокая работа каждый день и каждую секунду. Вот это класс. Так должно быть, и так, я думаю, мы к этому стремимся. Вот вы сказали об агентурной разведке, и мы сегодня вспоминали уже вот эту спецоперацию по поводу, скажем, как это, перемещения российского военного вертолета с территории России в Харьковскую область. Нашим зрителям, кто это пропустил, там был, значит, завербован пилот, российский военный, его родственники были заранее вывезены в Украину для того, чтобы их, значит, в России они не поддались репрессиям и их не мучили спецслужбы. Понимаем, что серьезная была подготовлена эта операция, однако вот больше меня заинтересовало, как вот найти таких российских военных, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве. Надо же было каким-то образом выйти на этого пилота, с ним все это обсудить, понять, что именно он будет таким, который поддастся на то, что ему предложили либо деньги, либо безопасность, ну там куча вариантов может быть. Вы говорите, агентурная сеть в рядах противника. Каким образом работает это? Как понимает разведка, кто может быть потенциальной целью? Вот мне интересно. Ну я просто скажу, честно профессионально, это просто один эпизод небольшой, к сожалению, удачный, хороший, я прямо скажу, но это должно быть. И в руководстве России, в окружении Путина, такие люди, и не только получая информацию, подготовка определенных действий, активных, не будем их расшифровывать. Это также в системе, например, ВПК, которые будут подрывать основы производства, например, тех же ракет, тех же самолетов, мощных боеприпасов, или ломать системы, например, сотрудничества с третьими странами. С тех же Ираном, Турцией, Китаем и другие технологические цепочки. То есть это новоплановая системная работа в разных сферах. Это для картинки. Вот перелетели и тому подобное. Так же переход на нашу сторону целых подразделений за счет именно работы с агентурой среди офицерского состава, генеральского состава. А я скажу прямо, многие генералы, даже в начале войны с ФСБ, такая самая жесткая структура, и Минобороны были противниками войны. И вы скажете, жестко, даже некоторые так говорят, мы готовы даже воевать за Украину. Вот поэтому вот это контингенты, которые должны работать. И таких искать недолго нужно. Просто единственное, чтобы их знать, это глубокая работа еще до войны, период войны. И вот это должно быть массово. В разных сферах. Не только один вертолет. Тут, может быть, я говорю, и глобального уровня проблемы, и армейского, и международного, и технологического, и военного, и перелеты таких, или перемещения войск и средств, или каптеров, самолетов. Очень много. Вот это будет системная работа стратегической военной разведки. Вот так только начинают как-то познавать постепенно. А если такие люди, в России полно, если мы говорим, примерно 15% это ярные противники войны. Вот многие из них, глубоко знающие ситуации, понимают, что она ведет к краху России. Ее нужно прекратить. А многие есть те, которые прямо сопереживают Украине. Они не готовы непосредственно выступать против Путина, но где-то готовы работать на Украину. Но для этого нужно создать условия. И оперативные, и агентурные. И так как вот в этой ситуации обеспечить семью, вывод, чтобы не было ризоков. Ну и, конечно, соответственно, конкретные мероприятия с инструкциями, соответственно, выработкой моделей, чтобы мы правильно сориентировались, чтобы приняли те или иные самолеты, геликоптеры на тех секторах, чтобы их не сбили. Вот в данный момент это большая, тяжелая работа. Я хотел пожелать, чтобы эти акции проводились более эффективно и на всех уровнях, те, которые мы сейчас обеспечим как план безопасности нашей страны. Для этого есть все, так сказать, условия. Тем более, есть диаспора. И многие родственники, там те, которые, да, приняли позицию России, но многие приняли позицию Украины. А украинцы там, работающие не только на стройках, многие из них занимают ключевые позиции в ЭПК, в бизнесе, в окружении Путина, в окружении силовиков и самих силовых структурах. Вот это, вот это реальный контингент, который должен находиться в пользу зрения разведки и использовать наши интересы сейчас. Спасибо, Николай Григорьевич. Еще так подробно все объяснили. Сегодня будем ставить троеточие. Друзья, вы обязательно свои слова поддержки силам обороны оставьте в комментариях. Николай Григорьевич, благодарю вас, генерал армии Украины, в прошлом глава службы внешней разведки. Николай Маломуш сегодня снова присоединялся к нам. Друзья, как честные люди, но за сегодня такое количество информации, которую вряд ли вы еще от кого-то услышите, как от Николая Григорьевича, за это обязательно лайк поставьте сегодня нашей беседы, чтобы как можно больше людей увидело это интервью. Ну и Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона подписывайтесь. Николай Григорьевич, благодарю вас, друзья, спасибо, что смотрели. Слава Украине! Героям слава!